Утренняя эспрессо А настроиться на позитивный лад поможет программа «Утренняя эспрессо», ведь у нас актуальная информация о жизни мира страны и Брестского региона. Поэтому, друзья, на протяжении двух с половиной часов оставайтесь, пожалуйста, на четверке. Каким именно будет наше совместное информационно-развлекательное утро сегодня, вы узнаете из анонса, поэтому не переключайтесь. Сегодня в «Утреннем эспрессо». О здоровом и правильном питании в летний период расскажет гость программы. Узнаем, как вырастить одну из садовых любимец многолетних гортензию. Проведем экскурсию по мини-музею под открытым небом, который появился в Ляховичском районе. Что ж, друзья, я напоминаю, клещи по-прежнему атакуют жителей нашего региона. По моим данным, в Бресте районе от укуса этих насекомых пострадало 1040 человек. Не забывайте, пожалуйста, соблюдать меры предосторожности, а именно используйте репелленты, если вы ходите гулять в лес или в парк. Надевайте одежду светлых тонов, максимально закрывающую тело. И каждые два часа проводите, пожалуйста, само и взаимо осмотры. А еще очень внимательно следите за своими детками. А вообще, да, действительно, соглашусь, лето – это отличное время для прогулок. Здесь уж главное, чтобы погода не подвела. Какой она будет сегодня в некоторых городах нашего Брестского региона, вы узнаете, если останетесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Брест! Крещане, просыпайтесь! Доброе утро, город Пинск! Кобрин, доброе утро! Доброе утро, Брестская область! Город Джабель, Ковырятам, доброе утро! Доброе утро всем! Город Пинск, доброе утро! Доброе утро, Ляхович! Любимый Брест, доброе утро! Доброе утро и вам, жители всего Брестского региона. Это программа «Утренний эспрессо», и мы продолжаем наш эфир. Прямо сейчас речь пойдет о детях, которые делают нашу жизнь забавной, непредсказуемой, порой даже сумасшедшей, но при этом безумно счастливой. Итак, парочка интересных фактов о наших детках. Начнем с того, что, оказывается, младенцы имеют в три раза больше вкусовых рецепторов, чем мы, взрослые. Также дети начинают понимать язык до того, как сами начинают говорить. А столь любимые нами пухлые щечки – это физическая необходимость. Благодаря им малышам удобнее пить грудное молоко. Так что, если рядом с вами сейчас находится ваш любимый малыш, обнимите его, пожалуйста, как можно крепче и скажите о том, как сильно его любите. Ну, а я прямо сейчас передаю слово своей коллеге Кристине Мельниченко, которая расскажет о том, каким образом мы с вами можем вдохновить ребенка, если у него по какой-то причине вдруг что-то не получается. Не переключайтесь. Доброе утро! Наверняка не один раз вы видели, как дети учатся делать что-то новое. Неважно, надеть носки или вскрыть конверт. Они поглощены процессом целиком. Рот приоткрыт, неудобная поза не замечается. Совсем не важно, сколько времени это может занять, и вашу помощь они отвергают. Но знаем ли мы, насколько расстраивается малыш, если у него это не получается? Так вот, сегодня мы узнаем волшебное слово, которое поможет вдохновить любого отчаявшегося ребенка. Давайте представим классический диалог ребенка и родителей. «Я не могу, это сложно, я никогда не научусь», – говорит он. «А мы ему, ты можешь, не расстраивайся, ты научишься». Другими словами убеждаем, что его слова не верны. И заметили ли вы, что когда с детским негативом мы боремся позитивными словами, это не работает? Самый распространенный ответ – не работает. А что делает ребенок, которого убеждают в обратном? Отстаивает свои позиции, мурится и закрывается от нас. Вместо того, чтобы решать суть проблемы, что же получается, своим позитивом мы делаем только хуже? Как же тогда поймать своему расстроенному ребенку, спросите вы? В первую очередь, не обманывать. Он же видит, что получилось плохо или не получилось вообще. И вы это видите. Не говорите обратное. Родителю нельзя обманывать ребенка. Если ребенок говорит, что «ну вот у меня некрасиво там что-то получилось», а родитель смотрит и говорит «нет, красиво» и начинает убеждать в обратном, ребенок это понимает, что это ложь, и ему ложь не нужна. Замкнутый круг, скажете вы? Нет, просто мы подошли к главному. Если ваш ребенок говорит «у меня не получается», «я не умею», вы отвечаете ему одним простым словом, которое снижает детский негатив и помогает им двигаться дальше в позитивном ключе. Вы говорите «пока», у тебя не получается «пока». Добавление этого одного слова укрепляет уверенность вашего ребенка, давая ему возможность сделать то, что не получается, в будущем. Не забудьте высказать сопереживания. Например, «я вижу, что ты расстроена», «что тебе плохо из-за неудачи». И добавьте «но это только пока». Далее задайте ребенку вопрос. Что нужно сделать, чтобы получилось? Как это сделать по-другому? Вы поняли, что произошло? Вы высказали сопереживание, затем словом «пока» дали надежду и переключили на положительное решение проблемы. Это все, что вам нужно знать, дорогие родители. Помните про волшебное слово «пока». Пусть оно станет вашей позитивной мантрой, которая в момент неудачи поддержит не только вашего ребенка, но и вас самих. Звезды обещают овнам мечтательное настроение, но именно оно может оказаться камнем преткновения для реализации планов. Сегодня вам представится не один уникальный случай, чтобы получить желаемое. Сегодня тельцы проявят эгоизм. Причем не задумываясь, что это кого-то обижает или унижает. Не забывайте, в любовных отношениях нужна отдача. Гороскоп советует близнецам не воображать, а реально стремиться к внутреннему комфорту. И не обвинять никого в том, что вам тоскливо. Если что-то не получается, ищите проблемы в себе. Раков ожидает напряженный, но яркий день. Вы даже забудете о передрягах, связанных с деньгами. И правильно, нельзя же постоянно думать только о проблемах. Звезды рекомендуют львам стремиться не к финансовой наживе, а к духовной пищи. Чтобы избавиться от меркантильности, находите приятное во всем, что вас окружает. Сегодня девам следует мыслить рационально, чтобы не упустить шанс преуспеть. Психологическая разгрузка окажется полезной, особенно в процессе интенсивной работы. Весам нужно быть оптимистами, а не вспоминать грустные моменты прошлого. Учтите, психическое здоровье напрямую зависит от внутреннего настроя. Скорпионом можно уверенно стремиться к идеалам. Это ничуть не снизит ваш авторитет, наоборот, возвысит над примитивом. В финансовой сфере вам повезет по-крупному. Стрельцам следует больше отдыхать и наблюдать со стороны. Если в финансах упадок, то в любви заметное продвижение. Неожиданный сюрприз от друга порадует вас вечером. Козерогам придется экономить каждый рубль, чтобы не оказаться в убыточном положении. Стройте планы, опираясь лишь на знания и опыт. Водолеи окажутся мастерами создавать проблемы на пустом месте. Звезды предупреждают, что такое халатное отношение к себе и окружающим людям может обернуться неприятностью. Рыбам следует меньше откровенничать с незнакомыми людьми. Раскрыв душу, можно получить абсолютно противоположную реакцию. Учтите, все хорошо в меру. Доверясь прогнозам астрологов или нет, это, конечно, личное дело каждого. Но я точно знаю, что необходимо верить в себя и в свои силы. И несмотря на то, что происходит сейчас вокруг, необходимо мыслить позитивно. А утро и вовсе особенное время суток, поэтому необходимо настроиться на тот самый позитивный рабочий лад. И мы вам в этом поможем. Если, друзья, вы еще пока не успели позавтракать, не торопитесь. Если есть такая возможность, потому что уже через считанные минуты к нам присоединится врач-валиолог Валентина Машенская, которая обязательно расскажет о том, как же правильно питаться в летний период. Ну а пока мы передаем слово нашему адвокату Виктору Бобрину, который ответит на самые популярные и частые вопросы телезрителей. Доброе утро. С вами адвокат Виктор Бобрин. Добрый день. У меня есть вопрос. Может ли моя мать, как собственник квартиры, без моего согласия выписать меня, чтобы продать эту квартиру? И имею ли я право на разделение лицевого счета? Спасибо. Понятие разделения лицевого счета актуально для неприватизированных квартир, в которых проживает наниматель и члены его семьи. Как следует из жилищного кодекса, если площадь квартиры позволяет выделить совершеннолетнему члену семьи нанимателя отдельную комнату, то либо по взаимному согласию, либо через суд можно добиться заключения отдельного договора найма с этим совершеннолетним членом семьи и, как следствие, разделить лицевые счета. В отношении квартир, находящихся в собственности граждан, такой процедуры не предусмотрено. Поэтому разделить лицевой счет в вашем случае возможности нет. Вам следует участвовать в оплате коммунальных платежей пропорционально количеству совершеннолетних, зарегистрированных в квартире. Выписать вас без вашего согласия мать не может. При наличии определенных предусмотренных законодательством оснований, мать может лишь попытаться обратиться по этому вопросу с соответствующим иском в суд. Более обстоятельную консультацию с учетом всех нюансов ситуации вам будет лучше получить на приеме у адвоката. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране для рубрики «Совет адвоката». Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabres.by в разделе программы «Утренняя эспрессо». Всем хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Утренняя эспрессо». Поэтому присылайте нам, пожалуйста, свои комментарии, фотографии, делитесь своими новостями, задавайте вопросы гостям, и мы об этом обязательно расскажем жителям всего Брестского региона. Ну а прямо сейчас, мне кажется, самое время узнать, о чем же пишут мои коллеги, региональные журналисты на страничках печатных изданий. 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. В тот же вечер на площади и улице Ленина в Пинске собралось более тысячи горожан. В итоге мирная демонстрация обернулась масштабным погромом. Подробнее о событиях того дня в пятничном номере районной газеты «Пинский вестник». Недавно в Барановичском горысполкоме наградили ряд медиков Брещины, находившихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. В группу наиболее отличившихся пинчан вошла заведующая отделением ранней медицинской реабилитации филиала «Больница Молотковичи» Светлана Теленкевич. Подробнее в материале корреспондента газеты «Пинский вестник». Многие ребята и летом ходят в любимый детский сад. Основной задачей для педагогов становится вопрос, как с пользой для развития здоровья ребенка провести летнее время. Об опыте организации пребывания детей в саду рассказала заместитель заведующего по основной деятельности «Ясли сада номер 9» города Пинска Екатерина Амельчук. Подробнее в материале газеты «Пинский вестник». Сегодня 18 августа. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1782 году был открыт памятник Петру I, более известный как «Медный всадник». Такое название памятник получил благодаря Александру Пушкину, использовавшему в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения. В 1845 указом Николая I было утверждено создание в Санкт-Петербурге русского географического общества. С первых лет своего существования географическое общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительскую деятельность. В 1921 году родилась Лидия Литвяк, советский летчик-истребитель, герой Советского Союза. Была одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны, а по воспоминаниям сослуживцев, к тому же образцом женственности и обаяния. В 1958 году в США вышел роман русского писателя-эмигранта Владимира Набокова «Лолита», принесший писателю огромную славу. Такой популярностью роман обязан не только стилю, но и скандальной теме. В 1966 году первый американский искусственный спутник Луны «Лунар-Орбитер-1» осуществил фотосъемку лунной поверхности и передал на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Что ж, мы возвращаемся в студию прямого эфира. Это программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Катерина Стрихая. Как я и обещала вам, дорогие друзья, к нам уже присоединилась наша гостья, врач-валиолог Валентина Машенская, которая расскажет о том, как же правильно питаться в летний период и вообще, как следует себя вести во время жары. Доброе утро, Валентина Стрихая. Доброе утро. Как ваше настроение? Отлично. Вот наших телезрителей интересует вопрос, каким должен быть завтрак в летний период? Он сильно отличается от завтрака, от другого сезона, например, той же осени или зимы? Я хочу сказать, что вообще питание летом должно отличаться от питания, допустим, в зимний период времени чем? Тем, что мы больше включаем в наш рацион питания то, что сейчас есть. То есть овощи, фрукты, ягоды. И поэтому в каждый прием пищи что-то из этого у нас должно быть. Потому что они содержат витамины, минералы. Мы должны наполнить сундучок витаминами, полезными веществами, которые зимой мы будем оттуда брать. И поэтому не просто каша, допустим, а в кашу можно добавить какие-то ягоды. Не просто творог, а черника, голубика туда много добавить. То есть мы получаем еще вместе с творогом ягоды, и с ними полезные вещества. Не просто яйцо, а, например, омлет с помидорами. Много помидор, яйцо. Это ведь источник клетчатки еще дополнительной. Это клетчатка, это витамины. И многие полезные вещества, о которых мы не говорим, в том числе много очень антиоксидантов. То, что нам нужно. И зимой мы будем думать, почему же мы плохо себя так чувствуем. Оказывается, потому что мы летом не ели помидоры, не ели ягоды. Поэтому сейчас, когда есть возможность, вот это все нужно употреблять. И вот завтрак свой можно обогатить, допустим, ягодами, помидорами, овощами. И вообще в каждый прием пищи, обед и ужин, мы должны употреблять не меньше, чем пригоршни, допустим, салата. Салатом вы имеете в виду зелень или вообще в целом овощной салат? Овощной салат, капуста, огурцы, помидоры. Если кто-то что-то пережевывает плохо, допустим, можно потерять на терочке. Но вот пригоршня, это вообще мера, мера овощей. Вот две пригоршни в день хотя бы, это будет очень хорошо. А ягоды, например, мы можем есть на второй завтрак. Мы можем обогатить ягодами первый завтрак. Мы можем есть их на пол. А простите, второй завтрак в какое время он должен быть? Ну, между приемами пищи должно проходить не менее трех часов. То есть от трех до четырех часов. То есть если мы в 7 часов утра позавтракали, то посчитайте 3 часа. Где-то в 10, в 11 может быть второй завтрак. И на второй завтрак мы можем съесть порцию ягод. Прекрасный, прекрасный второй завтрак. Очень и сытный, и витаминный. То есть очень полезный со всех сторон. Вот, а ягоды, которые мы так долго ждали, это арбуз, бахчевые культуры. Они уже вовсю продаются в магазинах и на рынках. Насколько они полезны? И как часто их можно употреблять в пищу в этот пищу? Вы знаете, это одна из, наверное, самых полезных ягод. Ну, вот такая огромная, но это все-таки ягода. Вот, и сейчас подошло время, когда мы можем насладиться вот этим продуктом и получить полезные какие-то от него эффекты. Прежде всего, там очень много магния. Мы знаем, что магния – это минерал, который необходим для всех мышц, и для сердечной мышцы в том числе. И если у человека есть спазмы, вот эти вот судороги какие-то мышечные, то может быть из-за того, что не хватает магния. Магния, кроме того, расширяет сосуды, то есть понижает давление, оказывает желчегонный эффект, и достаточно съесть всего 200 граммов арбуза, чтобы получить суточную потребность организму магния. Так это же совсем небольшой кусочек. Это совсем небольшой кусочек, да. Кроме того, там содержится очень много фолиевой кислоты. Это очень важный витамин. Во-первых, кровотворный. Во-вторых, это очень важный репродуктивный витамин, в том числе для мужчин. Мужчину учтите, обязательно каждый день ешьте арбуз. А многие заблуждаются, думают, что фолиевая кислота необходима исключительно женщинам. Нет, нет. Особенно для мужчин репродуктивного возраста, а особенно тем мужчинам, которые хотят иметь детей. Для них это очень важно. Неожиданно. Да. И кроме того, фолиевая кислота является профилактикой отложения вот этих жировых липидных жиров на стенках сосудов. То есть профилактика отраслироза. Это тоже очень важно. Ну и вообще клетчатка, вот эта мягкая клетчатка арбуза, она очень полезна для нашей микрофлоры. А мы знаем, что микрофлора – это гарантия иммунитета в нашем организме, что для нас тоже очень важно. Поэтому арбуз – это хорошо. Кроме того, у кого песочек идёт, советуют употреблять до 2 килограммов арбуза в день для того, чтобы промыть почки, удалить вот этот песочек из почек. А не будут вымываться полезные микроэлементы, витамины? Нет, ни в коем случае. Очень полезно. То есть 2-2,5 килограмма арбуза в день – это нормальная норма, это немного. Даже тем, кто хочет похудеть, потому что это очень некалорийный продукт. В 100 граммах арбуза где-то примерно 38-40 килокалорий. Поэтому если мы съедим 2,5 килограмма арбуза, ограничивая при этом другие источники, допустим, углеводов, это прекрасный продукт, мы насытим свой организм полезными веществами, получим удовольствие великолепное. Кроме того, арбуз очень хорошо охлаждает. И сейчас, когда синоптики обещают жару, опять такую, мы можем есть арбуз даже для того, чтобы помочь организму справиться вот с этой жарой. Потому что летом наша пища должна носить такой охлаждающий характер. А как же горячее первое блюдо? Мы можем себе позволить в день один вид горячей пищи. Но она должна присутствовать? Не обязательно, не обязательно. То есть людям со слабой пищеварительной системой один раз в день можно употреблять какую-то горячую пищу. А людям с сильной пищеварительной системой, в принципе, можно вместо горячего блюда есть какие-то холодники. На основе, допустим, кисломолочных продуктов, которые тоже очень хороши летом, тоже обладают таким охлаждающим эффектом на наш организм. Поэтому не обязательно есть горячее блюдо. Но если ты чувствуешь в этом потребность, если немножко работает, начинает плохо кишечник, значит, какое-то горячее блюдо тебе необходимо. Поэтому его тоже можно использовать. Хорошо. Валентина Сергеевна, по поводу употребления бахчевых, что еще поможет нам в летний период, а именно в жару, утолить жажду? Какие напитки необходимо употреблять? Ну, кроме того, летом, конечно, необходимо пить воду. То есть полтора-два литра воды в день обязательно нужно выпивать. Причем эта вода должна быть без калорий, без градусов. То есть это не сладкая вода какая-то, ни кока-кола, ни пепси-кола, ни квас. Это просто вода. Потому что все напитки, которые содержат сахар, они требуют дополнительного количества жидкости на каждый грамм вот этого напитка. Чай и кофе обладают мочегонным эффектом, то есть требуют тоже дополнительного количества жидкости. Поэтому просто вода. Ну, может быть, в качестве альтернативы, например, зеленый чай, но без сахара. Какие-то настои, может быть, трав или ягод тоже без сахара. Как бы альтернативой просто вот такой воде, если кому-то трудно, просто пить такую воду. Но пить нужно обязательно. И чем больше человек потеет, тем больше ему нужно пить. Просто существует такой миф, что якобы чем больше пьешь, тем больше хочется, поэтому нужно себя сдерживать. Почему бы... Нет, это правильно. Чем больше пьешь, тем больше хочется, потому что организм требует, ему нужна вода. Он не может жить без воды, потому что все растворяется в воде и выводят из организма шлаки вместе с водой. И поэтому, если мы мало пьем, организм привык как-то экономить, что-то куда-то откладывает. А для того, чтобы все это вывести, ему, конечно, нужна вода. И мы приучаем его к тому количеству воды, которое ему необходимо. Кстати, есть такое интуитивное питание, вообще такое направление, когда нужно слушать свой организм, что он тебе говорит, что он у тебя просит. Если он просит у тебя воды, нужно дать ему воды обязательно. А если он просит у меня фастфуд или что-нибудь вредное? А это значит, что просто организм очень зашлакован. И в таком случае, скорее, не организм, а ваш нарушенный углеводный обмен, который, знаете, вот такая вот, то повышается количество углеводов, то уменьшается, и организм хочет опять повысить и требует от вас эти углеводы. Это совершенно неправильно. Это нарушенный обмен веществ, и с ним надо бороться. То есть мне нужно игнорировать вот эту пазу организма. Игнорировать. Нужно игнорировать и сказать, нет, я знаю, что тебе нужно, слушай меня. То есть я хозяйка, я хозяйка, не он, а я хозяйка. Я сама должна решать, что нужно моему организму. Валентина Сергеевна, вопрос от нашей телезрительницы Натальи. Можно ли есть арбуз больным с сахарным диабетом второго типа? Вопрос такой, конечно, интересный. Сахара там не очень много. И, ну, пусть не 2 килограмма, но 500 грамм и до килограмма можно употреблять, убрав при этом из рациона картофель, хлеб, например, или другие источники углеводов. То есть арбуз – это лучше все-таки, чем сладкий виноград, чем изюм, и чем, например, просто батон какой-то или каша из обработанной крупы. Вот. Но так как в арбузе очень много полезных веществ, поэтому в небольшом количестве арбуз можно употреблять. Ну, можно, знаете, люди с сахарным диабетом, они умеют корректировать. Они должны быть научены тому, какую дозу препарата, может быть, принять дополнительно. Вот. Они каждый день определяют уровень сахара в крови и могут дозировать какой-то продукт в зависимости от наличия, от уровня сахара в крови. И вопрос от нашей постоянной телезрительницы Ирины. Пишет, что они всем семейством обожают в большом количестве есть много мороженого, но сейчас она на диете, наша телезрительница, и она точно знает, что любое мороженое – это калорийный продукт. Спрашивает, есть ли какая-то альтернатива в этом случае? Ну, я хочу сказать, что в зависимости от того, какая у нее проблема, например, да, если повышенная масса тела, она худеет, то да, не нужно. Но если нормальная масса тела, и даже если она худеет, то одно мороженое в день, например, ну, если человеку очень хочется, можно съесть, убрав при этом конфету, убрав шоколадку, печенье, то есть убрав какой-то другой продукт калорийный, который можно исключить, но позволить себе вот небольшой кусочек радости, например, да. То есть я хочу сказать, что ограничения в питании, может быть, не должны быть столь категоричными, нужно искать какую-то альтернативу. Категоричными они могут быть только в экстренных каких-то ситуациях, тяжелые заболевания, какая-то очень тяжелая проблема, которая требует строгого, очень строгого соблюдения режима. Если у вас этого нет, то нужно как-то вот уметь варьировать, нужно находить какие-то альтернативы. Да, одно мороженое, но вот это вот я не буду есть, например, я не буду есть печенье, я не буду ложить сахар, чай и кофе, я там не съем ложку варенья или ложку меда, например, даже, например. Ну вот маленькую порцию мороженого я могу себе позволить. В общем, делаем вывод, позволяем себе какие-то маленькие радости. Маленькие радости мы себе позволяем, конечно, да, в разумном количестве. Что ж, спасибо вам огромное, Валентина Сергеевна, и отличного дня, вам хорошего настроения, и пусть рабочая неделя будет продуктивной. Спасибо большое, я тоже всем желаю того же. Спасибо огромное. Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях была врач-валиолог Валентина Машенская. Самая большая коллекция масштабных автомобилей в СНГ собрал ее минчанин Денис Костянов. На его импровизированной парковке полтысячи авто и мотоциклов. С одной лишь разницей. Это масштабные модели оригиналов. И эти миниатюрные копии совсем не игрушки. Они разработаны по специальным чертежам, которые получены из конструкторских отделов реальных автомобильных компаний. Самое высокое животное на Земле. Этот статус принадлежит жирафу. Обитают эти животные великаны в саваннах Африки. Рост самца может превышать 6 метров, причем треть от него – шея. Вес достигает 1200 килограммов. Самки, как правило, немного ниже и легче. Самая выносливая птица на планете – такое звание заслуженно носит полярная крачка. Это единственная из пернатых, которая каждый сезон перелетает из Арктики в Антарктику, преодолевая немыслимые 70 тысяч километров. Отдельные особи и вовсе способны пролететь 80 тысяч километров в год. Я надеюсь, что вы с пользой проводите летнее время. А, кстати, водоемы, наверное, самое популярное место отдыха у жителей нашего региона. Но при этом и самое опасное. И чтобы предотвратить трагедии на воде за безопасностью на пляжах, наблюдает летний патруль. В рейд с ним и отправились корреспонденты программы «Утренний эспрессо». Что из этого вышло, узнаете, если останетесь на нашем канале. Центральный пляж оживлен с самого утра. Вечером вообще яблоку негде упасть. Брещане радуются последним жарким дням, а некоторые даже с фанатизмом. В таких случаях спасатели на воде реагируют оперативно. Правила существуют для всех и работают они на пользу отдыхающих. Мы хотим вам сделать устное предупреждение, что заплывать за территорию пляжа запрещено. Еще одно правило, которое необходимо безоговорочно соблюдать. Алкоголь и вода – взаимоисключающие вещи. Знать одно и совсем другое – соблюдать. Ежедневно, по словам матроса-спасателя центрального пляжа Олега Корсунова, десятки отдыхающих перед купанием практикуют алкогольный пикник. С нетрезвыми компаниями друзей, мужчины беседа короткая и конструктивная. Просьба покинуть пляж. Если они начинают купаться, начинают ругаться несензурным матом, естественно, вызывается наряд милиции, и он сопровождает людей с пляжа. Алкогольная проблема на пляже опасна еще и тем, что родители, которые пришли отдыхать с детьми, не могут контролировать их нахождение в воде. Что говорить, их поведение оставляет желать лучшего. Человек, который находился в алкогольном опьянении, как правило, он неадекватно оценивает ситуацию и неадекватно начинает действовать. Эта паника, в результате получаются вот такие трагедии. 60% трагических случаев на воде в Брестской области – результат злоупотребления алкоголем. 37 человек взрослых утонувших и трое несовершеннолетних. Из спасенных это 20 человек и семеро деток. Предупреждено 3816 человек. Профилактические рейды летнего патруля продлятся до последнего дня купального сезона. Предотвращение несчастных случаев – задача общая. А соблюдение правил – выбор каждого. КОНЕЦ КОНЕЦ Если вы собираетесь на работу, на учебу или просто по делам, не забудьте, пожалуйста, взять с собой зонт и, конечно же, хорошее настроение. Ну а если у вас выходной, сегодня можно посетить музей. Если надоели классические экскурсии, можно сделать виртуальную, потому что в мире существует очень много необычных музеев с удивительными и уникальными экспозициями. И прямо сейчас расскажу вам о некоторых из них. Итак, друзья, пожалуй, начнем мы с музея разрушенных отношений, который находится в Лос-Анджелесе. Увы, многие из нас расстаются, а на память у нас остаются вещи, которые напоминают окушедшей любви. Из них и состоит музей. Далее у нас идет музей пастилы. Находится он в Коломне. Тут можно увидеть, как готовят лакомство, попробовать его и даже купить. История этого места насчитывает уже 8 столетий. Здесь каждый дом окутан тайными и легендами. Следующий музей, его экспонаты будут наверняка для вас очень необычными. Это, друзья, музей туалетов, находится в Индии. Кажется, не самые подходящие экспонаты, но все же здесь есть много удивительных вещей. Это первые унитазы, туалеты правителей и даже те экземпляры, которые невероятно похожи на настоящее произведение искусства. Далее у нас следует музей человеческого тела, который находится в Голландии. В этом месте вы можете увидеть себя изнутри. Побывать во рту, кишечники легких, пройтись по артериям и другим частям тела. Звучит не очень, но многие, кто там бывал, уверяют, что это очень увлекательное путешествие. Но если вы все же приверженцы классических экскурсий и обычных музеев, в таком случае вам, дорогие друзья, необходимо побывать в Ляховичском районе, потому что совсем недавно там открылся под открытым небом мини-музей. Какие экспонаты в нем представлены, вы узнаете прямо сейчас из нашего следующего сюжета. Перед вами представлены макет Дворцова паркового ансамбля «Совейки», который был выказан коллективом детей и дорослых малогородищенской школы на протягу трех месяцев. Макет выработан из водонепроникального материала «Пеноплекс», устойчивого от спеки и холода. Макет Дворцова паркового ансамбля «Совейки» – самый большой в экспозиции. Он поражает не только своими размерами, но и тем, насколько детально выполнен. Здесь и парадный вход, и колонны, и балясины, и даже занавески на окнах. Всего в мини-музее под открытым небом, который разместился на берегу реки Ведьма, представлено 14 достопримечательностей Ляховичского района в миниатюре. Все они сделаны руками школьников и педагогов Ляховичского района. За несколько месяцев работы дети настолько в теме, что могут часами рассказывать о своих проектах. В 1810 году Михаилом Черновским в начале была закладена седба, где он начинает весь родовое гнездо Черновских. Самая каштоунная новость в этом доме, в этом минове, то, что там, 13 липня 1866 года, народился и вырос белорусский публицист и перекладчик Наполеон Черновский. А позже молодым ночью был молодший сын Михаила, зеизмун Черновский. Он был агрономом и вельми добро доглядал за парком и садом. Усадьба Рейтана в Грушевке и их же погребальная часовня. Усадьба Бохвица в деревне Флерьянова. Множество старинных православных и католических храмов, многие из которых внесены в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Большое количество из этих достопримечательностей можно найти в мини-музее. Есть здесь и макет Ляховичской фортеции, с которой, собственно, когда-то начинался город. Мы с командой Ляховичской гимназии, педагогами и учениками упорно два месяца трудились над постройкой макета Ляховичской фортеции. Это наиболее старинная постройка в Ляховичах. Лично я принимал участие в постройке дворца, от которого, к сожалению, в наше время ничего не осталось. Поэтому мы, делая наш макет, хотели, чтобы жители и гости нашего города в очи представляли себе, какая мощная фортеция стояла в Ляховичах в XVIII-XVIII веке и гордились этим. Создание такого мини-музея стало возможным благодаря конкурсу на лучший макет, который был объявлен райисполкомом для учреждений образования города и района. В результате все работы получили призовые места в разных номинациях, а в Ляховичах появилась еще одна достопримечательность. Макеты получились практически двойники настоящих, только в мини-формате. Таким образом, у нас получился новый туристический маршрут из глубины веков, наполненный культурно-духовным настроением и смыслом. Познакомиться с экспозицией можно бесплатно и в любое удобное время. На всех экспонатах есть QR-коды, по которым можно узнать про каждый из них больше. Но, несмотря на то, что макеты сделаны из водонепроницаемых прочных материалов, на зиму планируется перенести экспозицию в помещение. Возвращаемся в студию прямого эфира. Напомню, что наш номер в Айбере 821 55 55, и по итогам каждого месяца мы будем выбирать самого активного телезрителя. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про комментарии, делитесь новостями, о которых мы еще не успели рассказать. Также задавайте вопросы нашим гостям и присылайте свои фотографии. Мы обязательно поделимся вашей информацией с жителями всего Брестского региона. Но прямо сейчас готовы показать вам парочку фитнес-упражнений, поэтому оставайтесь у своих экранов. Доброе утро! И с вами снова я, Егор, инструктор тренажерного зала. Сегодня мы проведем зарядку, направленную на укрепление мышц ног. В нее будет входить три упражнения. Все упражнения – статическое напряжение. Первое упражнение – это полуприсед, который выполняется исходное положение ноги на ширине плеч параллельно друг к другу. Непосредственно само упражнение выполняется таким вот образом. Мы садимся в присед, бедро находится параллельно полу, таз на уровне колена. Две руки вытянуты прямые перед собой. Очень важно выполнять упражнение с правильным дыханием. Непосредственно упражнение мы выполняем два повторения по 25 секунд с паузой между ними 10 секунд. И сейчас мы переходим ко второму упражнению. Исходное положение для этого упражнения – левая нога впереди, правая нога сзади. Поднимаем две руки вверх и из этого положения выполняем опускание таза и колена вниз. В этом положении мы остаемся на протяжении 20 секунд. После этого возвращаемся в исходное положение и меняем ногу. Выполняем то же самое на вторую ногу. Это упражнение мы также выполняем два повторения. И последнее упражнение сегодняшней нашей зарядки – это боковые выпады. Исходное положение для этого упражнения – ноги стоят широко, две стопы параллельно друг к другу. Мы вытягиваем две руки вперед и после этого опускаем таз. Наше бедро находится параллельно полу. Это упражнение мы выполняем 20 секунд на одну ногу. Затем мы возвращаемся в исходное положение и выполняем то же самое на вторую ногу. Я рекомендую выполнять это упражнение по 20 секунд на каждую ногу. А вес комплекса упражнений я рекомендую выполнять один раз в неделю. Сегодня я вас познакомил с комплексом упражнений, направленных на укрепление мышц ног. Я надеюсь, что благодаря этим упражнениям ваши ноги будут стройны и подтянуты. А настроение – отличное. Сегодня с вами был Егор, инструктор тренажерного зала. До новых встреч! Что ж, я уверена, вы тоже зарядились позитивом и готовы встречать этот день вместе. На календаре у нас вторник, 18 августа. Я надеюсь, что чудесное настроение вам дарят окружающие люди. А мне его поднимала сегодня замечательная цветочная композиция от наших партнеров. Студия флористики «Цветы от Жордан», которая находится в Бресте по адресу улица Московская, 253. И вам на заметку доставка по областному центру абсолютно бесплатная. Поэтому радуйте, пожалуйста, себя и своих близких, дорогие друзья. Я благодарю вас за то, что вы каждое утро буднего дня встречаете вместе с программой «Утренний эспрессо». Желаю вам отличного дня, чудесного настроения и призываю, оставайтесь, пожалуйста, на четверке.